Ограниченно негоден Минобороны готовы ужесточить правила призыва. Процедура прохождения медкомиссии в военкоматах серьезно изменится. Перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку, врачи смогут дважды в год, во время весенней и осенней призывной кампании. Предложенные Минобороны поправки в закон о воинской обязанности и военной службе, имеются в распоряжении известий, позволит комиссиям ставить под сомнение заключение гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитале. Эта мера усложнит жизнь тем, кто продает и покупает справки. Эксперты, впрочем, опасаются, что усложнится и жизнь молодых людей с серьезными диагнозами вплоть до инвалидности. Путин анонсировал уход армейского призыва в прошлое. Весна, врачи. Поправки в закон Минобороны планируют окончательно доработать уже к концу месяца. После их принятия Госдумы уточнения будут внесены в положение о призыве на военную службу граждан РФ. Они существенно расширяют полномочия призывной комиссии. У них появляется возможность контролировать ранее вынесенные медицинские заключения, рассказал известием учредитель Российской ассоциации юристов силовых ведомств гвардии Олег Жердев. В случае принятия поправок военкомат получит право при наличии сомнений направить потенциального призывника на контрольно-медицинское освидетельствование. Медкомиссия подчеркивания 2. Фото, известие, Павел Бедняков. Ранее такой механизм отсутствовал. Инициировать пересмотр состояния здоровья призывника было практически невозможно, рассказывает эксперт. Законопроект вносит еще одно важное изменение, понятие осмотр меняется на освидетельствование. 100 штук до приказа, как делают бизнес на уклонистах от армии. С началом призыва активизировались мошенники, предлагающие призывникам избежать прохождения воинской службы. Медосмотры это поверхностное изучение состояния здоровья, а освидетельствование это обследование с заключением о степени годности к военной службе, пояснил Олег Жердев. Взятка как диагноз. Новые поправки позволят бороться с недобросовестными врачами, которые за вознаграждение освобождали призывников от прохождения военной службы. Юридически доказать ложный диагноз сложно, но теперь у комиссии появится инструмент, который позволит проверить его и отменить. По новому закону получается, что медицинское освидетельствование можно проводить неограниченное количество раз, отметил Олег Жердев. Поэтому важно соблюсти баланс не задергать потенциальных призывников, это не должно превратиться в охоту на ведьм. Правила о регулярном переосвидетельствовании касаются только тех призывников, у которых есть надежда на выздоровление, отметил доцент Реу имени Плеханова, член экспертного совета офицеров России полковник Александр Перенджев. Молодые люди с серьезной инвалидностью или неизлечимой болезнью освобождаются от службы раз и навсегда, но не исключено, что где-то бюрократы будут игнорировать это правило, добавил он. Медкомиссия подчеркивания 1. Фото, известие, Павел Бедняков. Здоровый призыв. Будущим призывникам вылечат плоскостопие и ожирение. И раньше бывали случаи, когда людей без руки или ноги заставляли каждые три года проходить медкомиссию, сказал Александр Перенджев. Это явное злоупотребление, такие случаи необходимо пресекать. В то же время возникнет возможность пересмотреть степень годности тех, кто хочет служить, отмечает Олег Жердев. В практике адвокатов было немало случаев, когда призывник был признан лишь ограниченно годным, хотя сам рвался в войска. Схожую причину появления законопроекта назвали источники в военном ведомстве. Речь об увеличении числа абитуриентов военных вузов, которые ранее не могли поступить из-за ограничений по здоровью. В первую очередь речь идет о будущих профессиональных сержантах, которых готовят на факультетах среднего профобразования ряда военных училищ. Военная экономия. Россия не осудили уклонистов. По данным ВЦОМа, 56% граждан страны негативно оценивают попытки избежать прохождения армейской службы. Согласно новым правилам призывников, негодных к военной службе, при наличии медицинских показаний будут направлять в медицинскую организацию для оказания помощи. В результате юноша либо будет вылечен и призван, либо, если болезнь хроническая, освобожден от службы. Раньше призывники направлялись или в военный госпиталь, или гражданскую поликлинику, больницу, рассказал Олег Жердев. Теперь будет определен перечень медицинских организаций, куда комиссии смогут направить призывника. Это позволит экономить деньги Минобороны и разгрузить госпитали военного ведомства. Новые правила повысят точность принятия решений и в конечном итоге положительно скажутся на системе комплектации, уверен военный эксперт Владислав Шурейген. Медкомиссия подчеркивания 3. Фото, известие, Павел Бедняков. Уклончивый ответ. Суд оправдал призывника за отказ ехать на службу. Как пацифисты добиваются своего права не идти в армию? Если современная медицина располагает ресурсами, чтобы усиленно проверить призывника или кандидата на поступление в военное училище, в этом нет ничего плохого, сказал Владислав Шурейген из Вестия. Раньше медкомиссии при военкоматах были настоящим камнем преткновения. Они были очагом коррупции. Одни давали взятки, чтобы идти в армию, другие чтобы не идти. Точное число призывников, освобождаемых от службы по состоянию здоровья в последние годы, в Минобороны не называют, однако военные оценивали долю негодных к строевой примерно в 30%. Самыми распространенными диагнозами, по которым молодые люди освобождаются от службы, остаются плоскостопие, сколиоз, миопия, гипертония и кожные болезни. В последние годы у призывного контингента растет число случаев сахарного диабета. Согласно указу президента от 30 марта 2019 года в ходе весеннего призыва должны быть призваны на военную службу 135 тысяч человек. В прошлом году весной в строй встали 128 тысяч человек и 132,5 тысячи осенью. С 2015 года, когда число призывников и контрактников в вооруженных силах сравнялось, доля последних неуклонно растет.